Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, вот заканчивается сегодняшний день, 14 ноября. Это день нашего престольного праздника, святых бессеребников Касмеда Мьяна. И вот уже богослужебно начинается, скажем, завтрашний день, новый богослужебный день, новый литургический день. Второй ноября по старому календарю, 15 по новому. И вот в этот день церковь совершает память таких мучеников, которые пострадали в 4 веке в Персии. И тут надо, наверное, помнить о том, что после того, как царь Константин разрешил христианство в Римской империи, и преследования христиан закончились, они очень долго еще продолжались в Персидской империи, потому что это вторая империя, очень сильная, вот одновременно с Римской. И мало того, эти преследования стали еще намного жестче, по той причине, что христиане в Персидской империи воспринимались, скажем так, как пятая колонна, как сегодня сказали бы. То есть, как представители врагов Римской империи. Поэтому преследования со стороны царей персидских были еще долгие и очень жестокие. И вот 15 ноября по новому календарю, вот праздник таких мучеников Акендина, Пегасия, Афония, Эльпидифора и Анемпадиста, но и потом с ними еще очень много других мучеников. О чем рассказывает нам Житие? Житие рассказывает о том, что вот эти христиане, они были тайно христианами, и потому что они были вельможами при дворе царя, персидского царя Шапура II или Сапора II, как иногда переводят его имя, как раз в начале IV века. И вот, как обычно бывает, кто-то донес царю на них, то есть сказал, что вот они тайно исповедуют христианскую веру, и, естественно, царь их вызвал и устроил над ними суд. Здесь уже те рассказывают о том, что вот когда их обвинили, они откровенно сказали, что да, они веруют в Бога, в Святую Троицу, и потому царь хотел их наказать. Сначала повелел их подвергать бичеванию, и здесь, как часто бывает в житях, вот рассказывается в подробностях, и вот подробности такие удивительные. Вот здесь рассказывается о том, что их бичевали так сильно, так беспощадно, что вот эти их палачи, которые бичевали, менялись несколько раз, но вот эти святые мученики не издавали никаких криков, стонов и так далее. Но настолько сильно было это бичевание, что сам царь потерял сознание. И когда он потерял сознание, думали, что он умер. Но здесь как раз эти святые мученики молятся, царь опять находит сознание, пришел в себя, и вот это первое такое чудо, как они, которое совершили для человека, который их подвергал мучению. Но все-таки очнувшись этот царь с опор, он решил, повелел их повесить над костром, так, чтобы они умерли от задушек, то есть их задушить дымом. Но здесь они молятся, и вот огонь погас. После этого царь спросил, как такое может быть? И они вот повторяют, что это все благодаря вере Иисуса Христа. И тогда вот царь стал хулить имя Господне. И в этот раз вот мученик молится о том, чтобы он прекратил. И тогда получается так, что царь онемел, и дальше не мог говорить, поэтому не мог хулить Бога. Но раз он онемел, он пытался как бы жестами приказать, чтобы их увезли в тюрьму, но вот никто его не понимает. И от этого царь начал бесноваться. И в этот раз тоже молятся эти мученики, и Господь вот разрешил вот эту его немоту, он опять вот может говорить, но вместе того, чтобы их благодарить, он дал приказ о том, чтобы их бросили в ров вместе со зверями. Но вот эти звери им не причиняют никакого зла. И, видя вот это, обращается к вере мать самого царя. И дальше еще житие рассказывает о том, что, видя, что вот люди обращаются к вере, что вот их царь решил вот быстрее как бы закончить с ними, поэтому дал приказ положить их на железную решетку и зажечь огонь. Но в этот раз они помолились, пошел дождь, и дождь погасил огонь. Ну и в конце концов, раз идет дождь, и люди все больше и больше обращаются, видя вот это, то, что вот царь против них ничего не может делать, вот обращается, например, один из палачей Афонии, мы знаем его имя, вместе с словом его имя тоже входит среди вот этих мучеников. Также другой вельможа, Эль-Пидифер, обращается, и все больше и больше. И тогда вот идет дождь, и вот мученики предлагают всем принять крещение вот таким образом, дождем. Вот креститься, вот раз вот идет дождь, вот креститься вот благодаря вот этому дождю. Ну и в конце концов, царь отдал приказ их казнить отрублением головы, и вот их несли на казни. И когда населить на казнь, огромная толпа, более семи тысяч человек, говорит, житие, их сопровождали, пели, хвалили Господа, и так далее. О чем на самом деле нам говорит вот это довольно любопытное житие, потому что очень похоже на детскую сказку, безусловно. Но нам говорит на самом деле об очень важных вещах. Первое, то, что когда человек поддается искушению насилия, он входит в какую-то иную логику. Вот как этот царь-сапор, который вот никак не может успокоиться. Вот он вошел в какой-то туннель, который есть вот насилие, и вот это насилие становится все больше и больше. Мы это видим и сегодня. И сегодняшнее событие в разных местах вот земли нам показывает, что вот человек, который имеет власть, и который начинает, как сказать, подвергать насилию своих подданных, не может остановиться. Потому что вот действует именно эта логика. И другое, что мне кажется для нас очень важно, вера вот этих мучеников, которые не только не теряют свою веру, но молятся именно о том, кто их преследует, молятся о том, кто их мучает. И вот в конце концов, вот они прославились, и они оставили для нас о себе вот такую память. Аминь.